Свой фантазийный свитер я вяжу из вот этой фантазийной пряжи. Посмотрите, какая она интересная. У нее на протяжении всего длины появляются такие утолщения на одинаковом расстоянии. И за счет этого при вязании получается такой интересный эффект шишечек. 220 метров в 100 граммах, 78 мериноса и 22 АПА. Показываю, на каком я сейчас этапе. В общем, я довязала тело свитера и даже нечто подобие резинки. Вы видите, да? Резиночка 2х2 здесь у меня. Этот свитер не будет укороченным, как все последние мои. И он немножко подлиннее, чтобы не нарушать вот это вот ощущение такого уюта. Мне именно хотелось чуть-чуть пошире, чем я обычно делаю. И чуть-чуть подлиннее, чтобы закутываться в него. Вот. Я надеюсь, что после стирки он особо не сядет. Очень на это надеюсь. Осталось мне рукава связать. И хочу сказать, что в последнее время как-то побыстрее пошла работа. Поначалу я, видимо, никак не могла приноровиться. Но потом вот со временем все быстрее и быстрее вяжется. Не знаю, насколько вот эти вот дырочки пропадут. Но, в принципе, ничего такого. Такая структура пряжи, что поделаешь. Поэтому буду вязать. Может, дня два и рукава будут готовы. Надеюсь. Пока даже не вяжу свой розовый пуловер. Потому что мне именно хочется вот это поскорее довязать, постирать и посмотреть, что с ним будет. Каким он будет. И уже носить хочется. Пока еще у нас холодно. Холодно. А пуловер розовенький, он подождет, конечно же, более такой поздней еще весны. Это первостепенная задача. Сделать маникюр впервые белым лаком. Вполне неплохо, кстати, получилось. Я крашу ногти сама. Обычным. Не гель-лаком. Обычным лаком. Вот так вот. Этим и занимаюсь на выходном. Сегодня воскресенье. Дети дома. На улице снег шел. И сейчас какая-то морость такая неприятная. В общем, уютно дома и тепло. Вот так вот проводим свои выходные. Итак, я хочу показать, на каком я этапе сейчас. И мне недавно написали, спросили, как я буду делать края, да, обрабатывать. И я даже как-то, знаете, вязала и не задумывалась. Но идея пришла самая логичная. В общем, я вот закрыла резинкой 2х2. И также буду обрабатывать рукава. По рукавам вот здесь у меня точки убавок. Раз, два, три и четыре. Здесь перед резиночкой я убавила 4 петли, а так по 2 петли я убавляла. Чтобы рукав был широким, но все-таки хотя бы немножко сужался. Вот так вот, я не знаю, видно, не видно. Практически не видно. Но здесь у меня будет переходный, точнее уже совершился переход на спицы 3 мм. Здесь я на четверке вязала. И резиночка будет немного потуже. Поуже, потуже. Такая же 2х2. И останется связать второй рукав. Я не знаю, может быть, сейчас вам по петлям лучше здесь расскажу, в этом видео. Потому что как такового мастер-класса или описание даже какое-то краткое я не вижу смысла делать. Из такой пряжи немногие вяжут. И плотность, конечно же, у всех разная. Поэтому мне кажется, будет очень странно, если я буду делать мастер-класс на свитер, который слишком из оригинальной пряжи. Но все-таки есть люди, которые нравятся, которые вяжут. Поэтому я сейчас вот в этом видео расскажу кратко. А вы уже решайте, стоит ли не стоит. Ну что ж, давайте я расскажу вам с самого начала. Во-первых, я вязала на четверке. И, конечно же, плотность у всех разная. Но, в принципе, мелкая погрешность вот именно в этой модели не так уж страшна, так скажу. Я набрала 80 петель и провязала... Так, сейчас давайте вместе посмотрим. Провязала где-то 17 сантиметров ворота. Он у меня как заворачивается вот так вот в две части, да, пополам, так можно вот именно в таком виде носить. Я ношу вот в таком. Дальше я сделаю небольшой расчет по реглану. Во-первых, регланные линии у меня по две петли. Четыре регланной линии, то есть от 80 мы отнимаем 8. Получается 24 на спинку, 24 на перед и по 12 петель на рукава. Таким образом мы вяжем, прибавляя от каждой регланной линии, с этой стороны одну петлю, с этой стороны одну петлю в каждом втором ряду. Я сделала здесь росток, но это не легкая задача на этой пряже, поэтому я предлагаю сделать азиатский росток скорее. То есть когда вы довяжете необходимое количество сантиметров, это у меня регланная линия 34 сантиметра. Как это сделать, можно посмотреть, есть много видео на ютубе. Но суть в том, что вы спинку провязываете, да, спинку вот здесь вот часть провязываете, а перед не трогаете. Ну и таким образом спинка немножко выше получается переда. Но также можно сделать, как я, петли разворота. Я сделала по плечам. Вот таким вот образом сначала здесь я разворачивалась, потом наперед перешла и развернулась. То есть, ну это, конечно, сложно уже рассказывать. И вот так вот на коленке не расскажешь. Давайте я, может, попробую нарисовать вам. У нас отвязанная уже горловина, да, здесь вот, здесь у нас под две петли реглана. И мы делаем точки разворота. То есть, здесь у меня, допустим, начало, да. Здесь у меня начало, допустим, я разворачиваюсь вот здесь вот на спинке, разворачиваюсь, возвращаясь сюда на рукав. Разворачиваюсь, вяжу сюда, здесь разворачиваюсь, вяжу сюда, здесь разворачиваюсь, сюда здесь разворачиваюсь и вот сюда здесь разворачиваюсь. Потом вяжу вот сюда и делаю то же самое. То есть, сюда вяжу, сюда вяжу, разворачиваюсь, сюда вяжу, разворачиваюсь, вот здесь разворачиваюсь, здесь разворачиваюсь и возвращаюсь. Вращаюсь и разворачиваюсь до переда, перехожу уже на перед, здесь тоже разворачиваюсь. У вас здесь возможно будет другое количество петель, уже на спинке больше, чем по переду после всех этих манипуляций. Но это легко поправить, просто сразу же посчитайте, вот после того, как сделали росток, посчитайте и добавьте по переду, сколько вам необходимо. Почему больше получается на спинке? Потому что, когда вы вяжете, в каждом втором ряду нужно будет при вот этих вот разворотах разных, да, делать еще прибавки по регланным линиям в каждой второй петле. Вот, таким образом у нас вот здесь вот чуть-чуть побольше, да, вырастает полотно, а вот здесь вот чуть-чуть побольше вырастает полотно, а вот эта часть, ну, немножко выше, а эту совсем мы не трогаем. За счет этого получается у нас углубление по спинке вот такое вот небольшое, да, вот как будто бы, да, вот, да, а по переду оно глубже. Короче, конечно, ладно, надеюсь, я понятно хотя бы объяснила, но для тех, кто вяжет, тот поймет. Давайте дальше по петлям я расскажу. У меня получается, так, когда я решаю остановиться и отделить рукава, у меня получается 72 петли по переду, 72 по спинке. Ну, и там по рукаву, что там я в записи не помню, какие у меня там, ну, вместе с подрезами у меня 64 минус 12, это значит 52. Да, да, 52, 52 петли у меня по рукаву и 72 петли по телу получается. И я добавляю 12 петель подрезов, рукава оставляю вот так вот, да, я их закрываю. Вот, контрастной нитью потом просто нужно будет распустить и вязать рукав. И вяжу вниз, но я делаю один раз убавку, то есть у меня 84, но я делаю одну убавку, то есть получается по 2 петли по краям, то есть 82 петли с одной стороны. Всего 164 петли получается у меня по кругу я вяжу. И отвязав, сколько у меня тут, 46 сантиметров, я вяжу резинку 2 на 2 и вообще высота у меня получается, так, вообще высота получается, ну, где-то 53 сантиметра высота изделия. Так, ну, и, соответственно, резинка тут сколько, 7 сантиметров, резиночка 2 на 2, обычное закрытие. Перехожу на рукав, здесь у меня 52 петли плюс 12 от подреза, получается 64 петли. 4 петли и я, вот она, вот они у меня, маркеры, где я делаю сокращение убавки по 2 петли. 2 в одну сторону, 2 в другую вместе провязываю, то есть 2 петли убавляется. Ну, вот, практически в самом начале, там где-то в шестом ряду, потом после локтя я убавки делаю, и где-то после 7 сантиметров от этой убавки делаю еще одну. И уже перед резиночкой я делаю последние убавки, тут уже я убавляю 4 петли. То есть всего у меня должно получиться, так, вот здесь 60 петель минус 4, 56 петель у меня вот здесь вот, 56. Достаточно широкая резинка, может быть, я ее, кстати, перевяжу, еще не знаю. Нужно будет связать второй рукав, и потом я уже определюсь, может быть, побольше здесь убавок. Может, не 4, а 8 сделать убавок, или здесь почаще добавить, может быть, вот здесь вот еще надо было бы одну убавку сделать, было бы лучше. Но это сейчас уже, я так думаю, уже не буду, конечно, распускать все. Осталось у меня связать один рукав, и длина рукава у меня 62 сантиметра, вот от горловины и до крайней точки 65 сантиметров. Вот и все, в принципе, ничего такого сложного, а самый обычный реглан, сложность вся в том, чтобы вязать именно вот из такой пряжи. Ну, вот как говорю, что под конец уже все проще и проще, и даже резинку, как мы можем наблюдать, да, она видна, что это какой-то другой тут узор. Так что осталось связать один рукав, и свитер будем готов. Ну все, свитер довязан, можете меня поздравить, мой подарок себе на 8 марта, так скажем. Осталось только его постирать, конечно же, ну и сфотографировать уже в том виде. Сейчас я хочу снять на себе, еще вот до ВТО, и посмотреть, что будет после ВТО, тоже снять, сделать фото. Показываю вам результат до стирки, вот только-только довязала, спрятала кончики, и вот такой вот он получился. И сейчас мы сравним, что будет после стирки. Вот так вот потемнел мой свитер, и вот такая вот страшненькая водичка грязная я постирала и замочила. Сейчас еще раз пройдусь, еще раз постираю в другой воде. И после этого уже посмотрим, что же из этого получится. Итак, в прошлом влоге мы остановились на том, что я мешаю вилкой в горячей воде, в кипящей, вот этот вот образец. И посмотрите, да, это не стирное полотно, это стирное трижды, наверное, полотно. И один из них в очень горячей воде. Вот, полотно стало гораздо светлее, как мы видим, да. Вот так вот выглядит. И чуть-чуть раскрылось, ну, попушистее стало. И немножко помягче, конечно. Ну, уже приятное к телу. Это такое, как сухие листики. Вот, а это уже как приятное к телу полотно. Хочу показать, сколько у меня еще осталось пряжи. Я сейчас взвешиваю и вам подпишу здесь. Здесь это достаточно много, мне кажется, можно сделать детский жилет так точно. Может быть, снуд, не знаю, посмотрим. Пока я, конечно же, это убираю в свои запасы. И буду знать, что 1100 метров, получается 1100 метров у меня было, мне очень много. То есть, у меня было 500 грамм по 220 метров. Ну вот, 122 грамма в остатке. То есть, ушло на свитер у меня... Так, 500 минус 122... 378 грамм ушло всего лишь. Ну что ж, свитер высох. И я хочу вам его показать поближе. Вот так вот раскрылась пряжа. Да, конечно, он все-таки неравномерно, да, связан. То есть, есть какие-то дырочки, какое-то вот это вот все. Где-то есть шарики, где-то нет. Но, в принципе, вот посмотрите, в общем, да, он же и есть такой фантазийный, он такой интересный. В этом его фишка, я так сказала. Мне очень нравится. И тактильно он очень приятный. Он просто как такое облачко. Кто-то сказал, что похоже на барашка из какой-то мультфильма или из детской книжки. И да, действительно, вот что-то есть такое в нем. И он такой мягенький, теплый, приятный. Хочется закутываться в него и вот наслаждаться жизнью, наслаждаться уютом. Именно такого я хотела добиться, такого эффекта. И я абсолютно довольна. Поэтому вяжите, пишите свои комментарии внизу. Что вы думаете по поводу этого свитера. И носили бы вы такой или нет. Или это совсем не ваш стиль. Мне очень нравится. Я бы такой в нескольких цветах, может быть, в черном цвете с удовольствием бы носила. Так что на этом я буду с вами прощаться. Большое спасибо за внимание. Вяжите с удовольствием. До скорых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова